Ой, слышь ты, слышь ты, ребят, давайте я её кикну, давайте я её кикну отсюда. Так вот, и она хавала, да, хавала во время записи, во время стрима хавала. Ну, конечно, хавала, понимаете, он... Да выключите свет, я хочу включить их, пожалуйста! Ну, привет, и да, вы сейчас не видите меня, но я здесь, я вот, здравствуйте, здравствуйте, но я без камеры, потому что произошла оказия, казус произошёл, и у меня опять выключили свет, это какое-то издевательство, знаете, это какой-то кошмар, это ужас. Да, а когда у Лианы выключают свет, у меня его не выключают, по счастливой случайности, даже на новой квартире, что прикольно. Это хорошо, очень хорошо, потому что иначе сейчас бы не было видео. Да, это точно. Так ты у Ёши утащила компьютер или ноутбук? Да, ноутбук. Сидит там на кухне. А, вот так, Ёши, с гостями, да? Может, закавать, кстати, да, вот так вот. В смысле? Слышишь, этот ноутбук сильнее, чем мой компьютер, здорово. Сильнее, он больно бьёт? Да. Не, на самом деле мне очень удобно, прям вообще, прям комфортно, всё нормально, не переживайте. Конечно, комфортно, там стульчики классные, блин, красивые. Стульчик хороший вообще. Я же сказала, захавать, это значит, Ульяна на кухне, да? Я же сказал на кухне, и можешь, что-то захавать, я сказал сразу на кухне. А, да, я не раз слышала. Так ты знаешь, что ты на кухне, блин, ты здоровальный человек. Да, я знаю, действительно, конфетки рядом. Конфетки рядом, да, правда, там ещё рядом. Слушайте, это я, получается, сейчас вместо Ёши, он же, ну, как вы все знаете, иногда хомячит чего-нибудь, когда мы записываем. А вот теперь я вместо Ёши. Капец, блин. Ну, в смысле, ты сам об этом говорил, что это? Ну, это редко бывает, блин. Ну, бывает. Ну, бывает, но редко. Интересно, а Ёши хомячил что-то, когда видео для Ёши записывалось? Ну, бывало иногда. Было, ну, редко было. Ну, типа, ну, было. Ага. А что я не понял, что-то за осуждение какое-то непонятное. Нет, в смысле, это просто забавно, что это, не осуждение, вот я сейчас возьму и съем конфету. Вот съешь, возьми и съешь, кстати, там вкусно. Ну, а я не хочу. Ульяна может спалить, какая у меня кухня. Я же думал делать кукинг-стримы, короче говоря. И я же даже камеру приготовил, посмотрел там, как все будет выглядеть и все такое, вот. И, о, Ульяна. Да я, у меня нервы просто не железные ведь. И что делать? Да, да. Вот, собственно говоря, ребят. И, а Ульяна может там похозяйничать, рассказать, что там. Ульяна, что ты видишь? Ульяна, приготовь, что я вижу. Это, знаете, когда, ну, есть во время видео, это ладно, это еще там одно, а готовить во время видео, это надо постараться, конечно. Это вообще просто тотально офигенно. Чисто расстроено, не там, ребят, миску начинаешь взбивать яйца на омлет. Да, да, да. Так, да, так, вот сейчас вот я прыгаю, прыгаю, но одновременно разогреваю. Что-то такое, знаешь, какие-то звуки такие. О, господи, я думала, что ты хочешь сказать. Я испугалась. Тихо, 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 да. Нет, ребят, нет, все, не переживайте, все хорошо. А вот я сейчас поняла, что в основном только мы с Евой ничего не хомячим, когда записываю. Ой, 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 сладко. Я еще ни разу ничего не ела. Короче, ребят, рассказываю. А все почему, я сейчас объясню. Нет, подожди, дай я расскажу. Нет, ты, подожди, я сначала скажу, что я четко помню, что я в Сербии тебе притаскивал на записи вкусняшки. Давай так. Так ты притаскивал. А, подожди, в смысле? А как же мы на Новый год, мы же все ели? Ну да. Ну, это было исключение. Вы не понимаете, это другое. Это другое. Так вот, я просто хотела сказать, что вот, не знаю, вот у Евы есть такая штука и у меня, что когда ешь, потом сложно говорить нормально. Да. У меня нет. Говорю и говорю. Это бывает, да, мне тоже бывает. Нет, бывает, но если, знаете, если примерно упороть пару килограмм шашлыка и полирнуть роллами, ну тогда, понятное дело, бывает. Нет, это зависит от горлышка. От горлышка что-то. От горлышка. Что-то как будто ребенку объяснили. И это зависит от горлышка. Это какая-то смешная. Это база. Реально. У нас сейчас постоянно объясняют всем. О, Лана, Ланяш. Как вам такое? Ой, пока. Ланяш. Так вот, и она хавала, да, хавала во время записи, во время стрима хавала. Ну, конечно, хавала. Понимаете, он такой, давай закажем вот эти вот вкусные бабулки. Нет, нет, нет. Ну, конечно. И еще не так, еще не только так было. Еще было так, что я, короче, я там купил вкусные, похожие на мандем с конфетки. И я такой, Лан, а ты будешь? Она такая, ну можешь принести, конечно. Сейчас все секреты раскроем. Так вообще не было. Ну, а я еще помню, что мы только начинаем эти записывания, у тебя же такая, о, давай закажем еды. Мы заказываем еды, и еда приезжает, конечно же, в процессе записи. Конечно, и приходится. И поэтому ее же может поесть, а Лана нет. В смысле? Лана ела тоже. Ну, ела, но страдалась. В процессе записи. А вот, типа, знаете, это было на уровне, мы записали одно видео, и потом, типа, на экстовое видео, а мы там хомячим. А теперь вы с Ульяной можете хомячить тут в процессе. Да, это правда. А я ничего не ела, по-моему, никогда. Никогда. Ева, если что, святым духом. Она на солнечной энергии как бы живет, знаете. Нормально. Кстати, очень удобно. Очень удобно, да. Так, Ульяна, давай, что ты там еще можешь съесть, рассказывай. Чем катается еж? Ясно. Ну, мам. Ну, мама. Да. Ну, такой, специи. Добавляйте куда-нибудь. Специи, да, это правда. Я просто, когда готовлю, я люблю именно... А, я думал, какой перец болгарский? Болгарский в холодильнике. Я люблю, когда готовлю, добавляясь вот эти готовые всякие, ну, не готовые в смысле, а вот такие, так сказать, наборчиковые приправы. То есть, когда там, допустим, если что острое, да, то есть острая приправа, там разные красные перцы, там соль, немножко что-то там копчененького. Так, очень приятно это все дело, ну, как смешано, вот. Мне тяжело про еду вообще думать. Так, очень голодная. Ой, ладно, давайте, расскажи, 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 на ком ты стулья сидишь, например, это можно сказать. Потому что если он на стриме будет видно. Ну, такой красивый такой, розовенький. Розовенький? У него же розовые стулья? Строго говоря, нет. Ну, да, такой интересный цвет, на самом деле. Это серый. А почему розовый? Это розовая обшивка, ну, типа, не обшивка, а чехлы. Там они за три копейки стулья, за три копейки обшивки. Ну, красивый, красивый, со вкусом, хочу сказать. Ну, да, нормально, да. Да, да. Спасибо большое. Отпустите, можете свапать товар. Да, подожди, Ульяна дойдет. Ну, конечно, молодец. Конечно, да. Раз у меня дома, значит, я... Света, главное, нет. Ты еще и хочешь пятьсот удочек у меня отодборать, да? Я плакать буду сейчас, слышите? Да, можете все. Ну, уже 7 секунд остается. А, ну все тогда. А я все равно нажму. Правильно, правильно, решение верное. Так, Ульяна, ну, короче говоря, стулья это из моих, скажем так, покупок. Как тебе кухня? Кухня, как тебе? Вот, честно, это одна из причин, почему я выбрал именно эту квартиру. Так, красиво. Красиво. Спасибо, Ульяна. Твоя оценка неимоверно чудесна просто. Точно. Нет, все очень сильно сочетается, вот, ну, очень красиво, понимаете? Вот, например, вот, допустим, у меня сейчас стаканчик стоит рядышком, и он тоже, смотрите, что, знаете, что он розовый. Смотрите, да. Это тоже, вот, да. Показать хотела. Да, это, короче, ребят, рассказываю, розовенький стаканчик, да, это последний просто поезд из Икеи, можно сказать, вот, правда. Это я еле-еле успел, потому что буквально я там забрал эту доставку, и через там день, по-моему, Икея такая, все, извините, ребят, в России больше Икеи, из Икеи ничего не купить, да. Да, то есть я на сайте ночью сидел для того, чтобы купить там... Розовый стаканчик? Не знаю, не тот розовый стаканчик, там, на самом-то деле, очень много всего. Розовая посуда тоже моя теперь, вот, набор ложек-вилок оттуда, всякие тоже приколы, типа, для ножей подставка, подставка под ноги, кстати говоря, там, оказывается, есть, я ее тоже купил, вот, это очень удобно, вот, да, правда, но больше никто не купит ее, да, в России, никогда. А знаете, а я сейчас поняла, что я единственный из вас могу пойти и купить все, что угодно в Икеи. Ой, слышь ты, слышь ты, ребят, давайте я ее кикну, давайте я ее кикну отсюда. А как ты кикнешь, это же сервер-масс. Ну, из дискорда я могу кикнуть. А-а, это можно. Это можно. Но не нужно. Это я могу. Ну, смотрите, можете, если что, говорить, если вдруг понадобится, да. Смотрите, хвастается Икеей, это абсолютно некрасиво. А знаете, почему некрасиво? Потому что, когда я забирал из Икеи, ну, вот это вот все дело, ну, опять же, с родителями, потому что все это унести, это нереально было, вот, то пока родители ждали, я пошел к товарам, которые съедобные, и там, знаете, что? Сказать вам? Вам сказать? Сказать вам о своей боли? Там не было, их не было, их не было, не было тех самых. Да, я там, блин, в предвкушении была, что просто взяла и упала. Да, блин, опять. Я сейчас помру, ребят. Так я тоже помру сейчас, потому что не было фрикаделек. Так что делайте же на кухне, я не могу больше ни о чем думать, кроме как о еде. Ну, как так, что делать? Иди поешь. Так а ты тоже можешь поесть. Вот ты, блин, ты не поешь. Я не могу поесть, я в другой комнате сижу. Я хотела сказать живу, но я сижу. Внезапно в Еву вселилась муха, я такая, решила полетать немножко. Ну, короче, да, много там розовенького, серенького и деревянного. Так, ну, давайте тогда дадим Еве покушать сникерс. Пока что чего-нибудь обсудим. Давайте дойдем до конца тавра, например. На самом деле, я хочу сказать, что я оценила кухню. Вот на самом деле, ну, она красивая, между прочим. Вот так все очень стильно. Вот, я подобрала слово «стильно». Круто, классно. Стильно, да, да. Вот я говорю, кухня, это на самом-то деле, вот одна из причин, почему мне зашла эта вся квартира, скажем так. Потому что, в принципе, она пусть, ну, пустоватая, мягко говоря, была. Вот. Потому что, ну, так-то я много с собой притащил всего. На самом деле, в этой квартире, ну, типа, много чего было, скажем так, со мной вместе сюда привезено, короче говоря. Короче, моего, вот. То есть телек, очевидно, мой. Вот. А, Ульян, оцени диван. Насколько вообще, вот знаешь, очень... Ну, в смысле, я к тому, что очень много ребят, они, типа, такие, о, боже, нет, диван, диван. Ну, типа, помните, я когда VR записывал, я всегда обирался на диван, да. Вот. И, Ульяна, оцени, можно ли, скажем так, заменить тот диван на этот? Как тебе этот диван? Я считаю, сто процентов да. Отлично, все. Спасибо большое. Я прошу прощения, а диван на кухне, я правильно понимаю? Нет. Нет, Ульяна видела диван, но диван рядом со мной сейчас. Ну, елки-палки. Ты просто говоришь, а как тебе диван? Я думаю, диван явно на кухне, наверное. Нет, кухонька маленькая на самом-то деле. Вот это, как раз-таки, проблема. И там нельзя записывать нормальное видео. Нет, можно, типа. И стримить тоже сложно. Потому что объектив у камеры, короче говоря, слишком близко берет, приближает сильно. Вот. Но можно постараться, да. Но диван туда точно не влезет, без вариантов. Я думаю, точно влезет, если все убрать из кухни. Ну, тогда получается это нерационально, но как вариант можно, конечно, да. Но я не очень люблю диваны на кухне. Я тоже. Ну, это типа кухня-гостиная, тогда да. Но все равно это стрёмно. А как же полежать на диванчике, когда ты наелась? Можно сделать три шага примерно, да, Ева. Я не могу, например, встать после еды, мне тяжело. Ну, это беда, конечно, да. Понятно. Так вот, все-таки у Евы та же самая ситуация. Ну, типа, после еды записывать сложно. Все-таки вот это она точит вот эти килограммы шашлыка. Видите, даже встать. Поэтому я понял. Просто такая, там, шашлычок, один, другой. Понятно. А вы думаете, почему вы без меня записываете, когда я нужна шаги? Все понятно. Потому что потом она просто не может прийти банально к компьютеру. Просто лежит на диванчике на кухне. К компьютеру. Вообще-то, кстати, есть диванчик на кухне, поэтому. Кстати, Ульяна, помню, как-то раз спрашивали в комментариях, по-моему, насколько далеко теперь ты живешь от Ульяны. Вот. Так что ты можешь раскрыть секрет. Ну, просто, по-моему, по-моему, там то же самое расстояние, ну, то есть, просто в другую сторону. Ты сколько ехала по времени? Столько же плюс-минус? Ну... Как и на ту квартиру. Плюс-минус, ну, я бы сказала, будто бы поменьше, но... Поменьше? Да, но, возможно, и нет. Возможно, возможно... По ощущениям плюс-минус, как будто. Ну, да, плюс-минус, да. Так, ну, знаете, мы как-то отвлеклись от того, что у меня нет света. Да, кстати. Да, хочу рассказать историю. У меня как-то же уже отключали, да, вы знаете, отключали свет, и мы тогда еще и стрим, кажется, подрубили, вот. И я тогда подумала, у меня, ну, нет свечек, нужно же как-то подготовиться к тому, вот вдруг у меня в следующий раз не будет света, а свечки же нужны, чтобы там, я не знаю, сделать чего-нибудь. Во-первых, это красиво. Я, кстати, фоточки делала одна... Да, блин, как я там попадаю постоянно, вот тут, блин, ладно. В общем, я фотографировала на телефон, кажется, я не помню... В общем, что-то там фотографировала на телефон, очень красиво получалось при свете этих свечей, вот. И я подумала, надо купить свечи, а вдруг выключат свет, и надо купить. И в итоге, значит, я что, в следующий раз у меня отключили свет, я их так и не купила. Ага. А сейчас вот, ну, я купила свечи, но только они мне не понадобились, понимаете. Это самое обидное, когда, блин, когда ты ждёшь, что выключат свет, ты, ну, так, приготовляешься, а его не выключают. И ты же даже не понимаешь, тебе нужно вообще радоваться тому, что у тебя не выключают свет, или огорчаться, что у тебя свечки-то не используются. И всё, они у меня стоят в шкафчике, они ещё ароматические, так вкусно пахнут, вы не представляете. И я вот этот вот открываю шкафчик, а он так пахнет вкусно. Думаю, да выключите свет, я хочу включить их, пожалуйста. Включить свечки. Да, это интересно. Очень грустно на самом-то деле. Правда, грустно. Но у меня свечек нет, но мне и свет не вырубали никогда, честно говоря. Вообще, по-моему. А ещё, знаете, тиктоков насмотришься, и там всякие вот эти вот подсветки для того, чтобы читать книги. Ну, знаете, вот там вот лампочка такая. Ну, в общем, очень удобно. Ты будто бы темно, но читаешь красиво, всё освещается, и всё прекрасно, в общем. Вот, я думаю, блин, может быть, купить, а потом думаю, да ладно, у меня свет всё равно не выключают, и вот, пожалуйста, выключи. И книжку не почитать. Ага. Я, кстати, тоже видел такую штуку, она довольно удобная на самом-то деле. Поэтому, мне кажется, вне зависимости от того, вырубают свет или не вырубают, мне кажется, стоит её, в принципе, прикупить. Ну, если ты любишь читать, типа. Ну, например, если у тебя нет ночника, то, в принципе, да, можно. Да, ночник всё равно глаза портить. Мне кажется, эта штука более полезная. Да? Ну, ладно, тогда получается всё, покупай. Ну, по моему скромному мнению. Покупай. Тогда, получается, покупай. Главное, чтобы я использовала не только, когда выключат свет. Ну, я имею в виду, не забыть использовать эту штуку. Да-да-да, это точно. Кстати, а мы вот говорили про диван у Ёши, и я вспомнила, там ведь не только диван классный, там и тумбочка классная. Очень красиво под телевизором стоят приставки. Прям стильно. О, кстати, мне тоже прям зашло, как оно, знаешь, как оно выглядит. Потому что, ну, типа, оно аккуратненько, типа, так стоит. И, блин, если бы это ещё использовалось часто, потому что там стоит плойка, и рядом этот свитч, и всё так аккуратненько лежит. Но, блин, этот телек, он включается, честно говоря, раз в четыре дня для того, чтобы посмотреть стримы просто с телефона. Просто лечь и посмотреть стримы, короче говоря. Ну, всё, Ёши, теперь надо рум-тур. Ну, всё, Ёши, теперь надо рум-тур, я считаю. Можно я переговорю? Блин, это про рун-дук. Рун-дук, грязь, надо рум-турка. Ну, всё, Ёши, теперь, я считаю, надо рум-тур. Надо рум-тур, я согласен полностью. Так вот, ребят, в общем, рум-тур. Главное, хотела сказать, что надо сделать рум-тур. Надо. Вот, надо сделать рум-тур. Но я чуть приберусь здесь, и, в принципе, ну, я вот просто смотрю тут, я монитор прицепил на этот кронштейн, и у меня рядом просто справа от меня, да, очень круто, удобно. И справа от меня теперь, этот, нога от монитора стоит просто, сумма какая-то стоит. В общем, да, такие какие-то штуки. То есть, помешающие, мягко говоря, стоят, вот. Но, тем не менее, я думаю, что в скором времени, ребят, в скором времени. Ну что, ребят, тогда, получается, ждём рум-тур от Ёши, и будем заканчивать это видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока. 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 Пока.